Его не смущает помысл о том, надолго ли дух его заключен в плотской оболочке. Часто люди начинают духовной практикой заниматься, думают, ну все, вот я уже быстренько чуть позанимался, и все, и потом все, я уже освобожден, все. Но человек, который реально думает об истине, его не беспокоит, освобожден, не освободен, потому что он настолько поглощен любовью к Богу, что он уже забывает вообще, где он живет, как, зачем, то есть его интересует только отношение с этой истиной, с этим сладким вкусом, с этим глубоким чувством святости, чистоты, которым посвятил свою жизнь. Поступки этого человека будут всегда одинаково правильно, даже несмотря на то, что когда человек тело оставляет, он уже, как бы, ему уже трудно правильно поступать, потому что оставляет его самообладание в этот момент. Но так как человек не привязан к телу, он привязан к Богу. Ну, тело стареет, оно уже, вот, выталкивает его душу из тела, ну, ничего страшного, он спокойный к этому относится. Но мы не должны имитировать вот это вот, не надо пытаться и делать из себя такую вещь. Почему? Потому что, вот что нам его дал, какие возможности, то и хорошо. У меня был такой случай в Питере, один дяденька такой крепенький, в черных одеждах, пришел, вот так шел, вот так вот. Я говорю, вы что хотите? Он говорит, я сам знаю, что я хочу. И, как он подошел, так за ноль встал, вот так за... Висал, просто онемел. Потому что все мужчины в страх такой впали, такой стопал. Я не знаю, что он там делал, меня не трогал. Но у меня все опустилось вниз. Напряглось все внутри. И вот здесь вот в сердце, как в детстве, я вспомнил, как в детстве, в сердце мне возникло такое слово украинское. Тикай. Но вот здесь вот в голове у меня возникло другое, другая мысль, что если я сейчас побегу, то на этом мои лекции будут закончены. Жизнь останется, лекции будут закончены. Мне надо сейчас выбирать или лекции, или жизнь. Я почему-то выбрал, что я хочу выполнять свой долг. Пусть делает все, что хочет. И я начал продолжать лекцию, читать лекцию. Она не была такая сладкая, как сейчас, мне было тяжело. Но он постоял и ушел. Не стал ничего делать, потому что делать нечего. Я только сам себя могу убить. Понимаете, меня никто не убьет, только я сам себя могу. Или Бог решит, что пора. Это тоже нормально. Это его решение. Поэтому нет никаких проблем. Но вот потом я думал, хорошо ли я повел себя, что у меня тряслись коленки, и голос чуть-чуть дрожал. Знаете, мне Бог в сердце сказал, что ты не хорошо себя повел, и плохо. Нормально. В соответствии с своими возможностями. Это марка времени. Прямой путь или правила поведения, которым надо следовать недалеко от людей. Это мы уже тоже читаем. Люди ставят себе за правила поведения то, что далеко от них, то есть не согласно с их природой. То они должны быть принимаемы за правила поведения. Плотник, вытесывающий топорище, имеет перед собой образец того, что делать. Взяв руки топорища с того топора, в котором он обтесывает, он смотрит на него и стоит с другой стороны. И после того, как сделал, но в это топорище рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они сходны. Так и мудрый человек, который питает другим такие же чувства, как он питает себе, находит верное правило поведения. Он не делает другим того, чего не желает, чтобы ему сделали. Смотрите, это вот то, что является высочайшей новостью. Смотрите, допустим, я решил наказать своего подчиненного. Я начальник. Я должен его наказать. Как мне наказать его правильно? Я говорю, я беру и моделирую ситуацию. Я смотрю, я подчиненный, смотрю на начальника и вижу, ты там как такой. И я думаю, а я вот не хотел бы, чтобы так со мной разговаривать. А наказывать надо. Тогда что делать? Когда человек так моделирует ситуацию, то он сделает идеальным образом всё. Он так накажет, как надо. Понимаете, о чём я говорю? Что сам поступок может быть по-разному произведён, но сначала надо включить разум, прежде чем совершать поступок. Например, сын получил двойку. Надо наказать сына. И прежде чем наказывать, надо включить разум, надо отстраниться от него, вот это, себе вот это чувство, что сейчас я ему скажу убрать, успокоиться, помолиться, если вы действительно хотите помочь сыну, а не просто поругаться. А дальше что надо сделать? Надо представить себя, себе этого мальчика, как он будет слушать, что ты ему будешь говорить. Просто представить, этого достаточно, чтобы понять, что делать. Просто в тот момент, когда происходит действие, надо включить этот механизм, а включить его очень сложно. Потому что кажется, я и так знаю, как он среагирует. Нет, не и так знаю, надо взять и смоделировать. Спасибо большое. Итак, идея в чём заключается? В том, что эта мудрость, она всегда работает, но очень трудно ей следовать, потому что нас завлекает сам процесс и само желание сделать немедленно действие. Это и есть ошибка. Всегда кажется, что я знаю сама, допустим, я хочу мужу сказать, что он не прав. Я сама знаю, как это сделать. Стоп. Хорошо, ты хочешь сказать. Тебе для чего это надо? Чтоб высказаться или чтоб он понял? Если ты хочешь, чтоб он понял, тогда представь себя на его месте. И как бы ты, будучи в его положении, приняла сказание? Если ты вот так примешь, значит так и скажи. Но я не могу так сказать. Хорошо, тогда молись. Помолись немножко и скажи, как надо. И он примет. Вот такое поведение является совершенным. Но если вы попробуете так действовать, сначала будет трудно, а потом получится. Когда будет получаться, сердце будет радоваться. Но не всегда будет получаться. Потому что чаще всего мы хотим просто сказать. Нам наклевать. Поймите, не верите. Поймите, не верите.